В этом выпуске программы «Живой дом» мы с вами узнаем о трёх новых породах кроликов. Это венский, новозеландский и знакомый всем калифорнийский. В настоящее время в мире насчитывается около 200 пород кроликов, из которых в нашей стране разводят 20 пород и породных групп. Породы разделяются на группы по величине массе тела, длине волоса или преобладающей продуктивности. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Наталья Николаевна, скажите, пожалуйста, вот мы с вами год не виделись, а что за это время изменилось кролиководство? Сейчас появляется много больших, крупных механизированных крольчатников, то есть крупных ферм, но тем не менее развивается и частное кролиководство. Так как кролики вообще это очень благодатные животные, люди любят заниматься кроликами, и я думаю, что надо приветствовать и такие хозяйства, в которых небольшое поголовье. Но появились новые породы, которые заводятся из-за рубежа в основном. Кто-то сохраняет и наши отечественные породы. То есть вот на данной выставке мы видим серебристого кролика, значит, вот владельцы пивоваровые, занимаются серебристым кроликом уже давно, и они сохранили эту породу, и в общем это очень отрадно. Потому что серебристый кролик, который завезен из-за рубежа, безусловно, он отличается от нашего серебра. Серебристый вообще кролик имеет и хорошие мясные качества, и наши кролиководы с удовольствием разводят эту породу. Вы сказали о том, что завозят какие-то иностранные породы. Это какие? Безусловно, очень популярна порода кроликов фландер. Причем, кроме серой зайчей окраски, на настоящей выставке представлены кролики фландер, но имеющие окраску коричневую, черную, золотистую. То есть, как бы можно так сказать, что фландеру одевают разную шубу. А фландер, это вообще откуда кролик? Фландер, это такая, можно сказать, почти древняя порода, выведена она в Бельгии, и известна уже давно. В Россию фландера завозили еще в 1927-1929 годах, для того, чтобы укрупнить некоторые породы отечественные наши. В настоящее время фландера используют как при разведении в себе, а также некоторые кролиководы используют его в мясном кролиководстве. То есть, самцами этой породы покрывают самочек отечественных пород или вообще беспородных кроликов. При этом получают большие привесы, то есть, более интенсивно растут крольчата. А вот фландер, его вес в взрослом возрасте какой? В взрослом возрасте кролик должен весить 7 килограммов, это как минимум. Но бывают животные, которые весят 8-9, иногда и больше килограммов. То есть, здесь очень крупные кролики, и обычно наших россиян это подкупает. То есть, очень большое животное, все хотят такого сразу. Но надо предупредить, что это животное медленно растет. То есть, чтобы получить эти 10 килограммов, необходимо выращивать кролика до 9-10 месяцев. То есть, это соответствующие затраты. Легче за этот период получить 3 раза привесы от калифорнийца, то есть мясного кролика, который 3 месяца можно забивать на мясо. А фландер растет медленно. Кроме этого, фландер при содержании на сетке может получить пододерматит. То есть, так как живая масса большая, а площадь опоры маленькая, травмируются лапы, подушечки лап, появляются трещинки, попадает инфекция в эти трещинки, и развивается такое заболевание, называется пододерматит. А его как-то можно, профилактику, какую можно взять у этого заболевания? Профилактику, значит, необходимо безусловно таких крупных животных держать или на деревянном полу, или вставлять в клетку с сетчатым полом специальные дощечки для отдыха этого животного, чтобы лапки отдыхали. Крупные породы кроликов отличаются большой величиной. Масса взрослых животных более 6 килограмм. При скудном кормлении кролики начинают мельчать и даже вырождаются. При хорошем кормлении качество любой породы резко улучшается. Известная в нашей стране порода фландер выведена была в Бельгии, называется бельгийским великаном. Но так как изначально этих кроликов завозили к нам из Германии, а в этой стране все крупные породы кроликов считаются великанами и называются ризинами, что в переводе означает большой кролик, то сейчас происходит некоторая путаница в названии одной и той же породы. Так что фландер, бельгийский великан и ризин – это все один зверь. Какие породные признаки у этой породы? Живая масса 7 килограммов, длина тела 70 сантиметров, то есть очень такой длинный кролик. Но кроме этого уши, очень длинные уши, то есть 19 сантиметров уши. Это иногда и длиннее. Еще какие есть признаки у этой породы? Массивная голова, несколько грубоватый костяк, то есть кость такая крупная, грубая. Собственно, когда завезли бельгийского великана фландера к нам в Россию, на основании этой породы был выведен, выведена наша порода отечественная, серый великан. То есть он несколько похож. Но это животное как бы привязали к нашим климатическим условиям. То есть я еще хочу добавить, что показатели воспроизводства у фландера не очень высокие. Соответственно, вот хотели получить животное, которое бы имело показатели воспроизводства, такие же, как у наших местных пород. А сколько крольчат в среднем рождается? В среднем получают 6-7 крольчат. А мамы хорошие из этой породы? Ну вот я говорю, что воспроизводительные качества очень большими воспроизводительными качествами эта порода не отличается. Еще 20 лет назад о кроликах большинство жителей нашей страны знали лишь то, что это серые ушастые существа с красными глазами, из которых получается либо шапка, либо жаркое. Но сейчас, к счастью, это стереотипное мнение меняется, и все больше людей при слове кролик представляют милое и пушистое существо. Прежде чем приобретать конкретного кролика, стоит разобраться в породах, их назначениях и условиях содержания. Я сегодня увидела тоже еще одну крупную породу, это новозеландский кролик. Что за зверь? Есть новозеландский красный, а есть новозеландский белый. Так вот, новозеландский белый произошел от новозеландского красного. То есть у новозеландского красного рождались белые крольчата, альбиносы. Вот этих альбиносов отбирали и получили постепенно, конечно, обращали внимание на стерьер и на мясные качества. И вот получили породу новозеландская белая. То есть новозеландская белая, она крупнее, чем новозеландская красная, имеет очень хорошие мясные качества. То есть три месяца крольчата весит уже 3,3 килограмма. То есть три месяца крольчат можно забивать на мясо. То есть интересная порода получается. Да, кролик, не сказать, что он крупный, средний по размеру, от 4 до 5 килограммов, но туловище очень сбитое. Кролик широкотелый, грудная клетка у него широкая, глубокая, поясничные части широкие. Причем несколько нежную он имел конституцию, то есть нежный костяк такой. И при литии делали крови вот как раз фландера, чтобы укрепить костяк новозеландской белой. Новозеландская красная отличается тем, что у нее живая масса несколько поменьше. То есть это более мелкий кролик, можно так сказать. Это вот где-то 3,5-4 килограмма. Но очень красивая окраска. Да, окраса он подкупает. То есть очень яркая, такого кирпично-красного цвета. Вот я еще заметила, что у них голова тоже не совсем такая стандартная, какая-то такая рубленная. Это тоже вот породный признак? Голова широкая, широкая, уши очень маленькие. То есть при выведении вот этих пород, вот новозеландской белой, стремились к тому, чтобы все части тела, которые идут в отходы, то есть это уши, лапы, все это должно быть маленьким. Тогда убойный выход, соответственно, увеличивается. Понятно. Подойдет эта порода для начинающих крыльководов? Или там могут возникнуть какие-то сложности? Вы понимаете как? Вообще вот две мясные породы, новозеландская белая и калифорнийский кролик, заваливались для содержания в комплексах, для закрытых помещений. Поэтому при содержании на улице, то есть частных подсобных хозяйствах, некоторые продуктивные качества они теряют. То есть им нужно отопление, удобство? Да, да. Все-таки регулируемый микроклимат. Некоторые крыльководы содержат на улице, особенно калифорнийских кроликов. Но, тем не менее, вот мы видим на этой выставке, что, в общем-то, немножко они у нас изменились в наших климатических условиях. То есть продуктивные качества, в общем-то, они не такие хорошие, нежели если их разводят в комплексах. Оптимальные условия для содержания кроликов новозеландской породы считаются температурой 15-17 градусов. Кролики плохо переносят жару, и 25 градусов считается критической. Животное может получить тепловой удар. Кроме того, клетки с кроликами не должны находиться под прямыми солнечными лучами. Также из-за высоких температур самцы становятся практически стерильными, что неблагоприятно сказывается на воспроизводстве. Как вы относитесь к тому, чтобы кроликов содержать в естественных условиях? Ну, там, на какой-то площади огорожен, на земле. Вы знаете, все это мы как бы проходили. То есть кроликов содержали в ямах. Некоторые кролиководы-любители содержали в теплицах. Ну, значит, всевозможные такие вот системы содержания. Вроде бы полувольные, вольные. Но дело в том, что заниматься племенной работой при таких условиях практически невозможно. Это одно. Второе. Идет соприкосновение с почвой, с землей. То есть кролики начинают болеть глистными заболеваниями. Инфекция иногда переносится от одного кролика к другому. Вот это, собственно, отрицательные стороны. То есть, получается, чтобы так содержать, нужно и больше различных препаратов давать, да? И селекция уже идет куда-то. Вы знаете, даже препаратов. То есть если мы содержим кролика в яме, да, где, то есть выпускают кролика в яме, кролики роют там норы и самостоятельно размножаются. То есть получается, что самок раньше времени, то есть не при достижении физиологической зрелости покрывают самцов, самцы, что нехорошо. Нехорошо. Потому что животные просто мельчают. Кроме того, нет, я еще раз повторяю, племенной работы никакой. И профилактические прививки сложно сделать, потому что это надо отлавливать всех животных. Еще из норки достать? Да, из норки достать. А так, хорошо. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что самочек нужно вовремя покрывать в каком возрасте? Это зависит от того, какая это порода и какой размер этих животных. Ну вот фландер, мы уже о них все не сказали. Это позднеспелое животное. Позднеспелое, то есть это уже 7 месяцев, где-то в возрасте 7 месяцев самцы должны быть и самочки тоже самые. Но обычно берут самцы, должны быть несколько старше, чем самки. Несколько это на сколько? Ну на месяц хотя бы. А самые ранние сроки у какой породы? Ранние сроки мясные породы кроликов, да. То есть средние по размеру. Средние по размеру. То есть в 4-5 месяцев уже можно пускать в сучку. А скажите мне, пожалуйста, какая порода кроликов лучше всего оплачивать свой собственный корм? Ну вот вы знаете, очень хорошо оплачивают корм своими привесами. И серебристые кролики, вот, калифорнийские, новозеландские. Но тоже надо учитывать, где содержим мы этих животных. Безусловно, отдача лучше в закрытых помещениях. Но здесь другой вопрос. Здесь идут затраты на электроэнергию. Ну а эти затраты покрываются? То есть может быть действительно выгоднее взять хорошую, такую капризную, скажем, породу, но держать ее там в каком-то ангаре, там или сарае большом? Следовательно, надо иметь большое поголовье. Надо иметь рынки сбыта, чтобы реализовывать продукцию. То есть большое поголовье. Это как минимум там тысячу голов, три тысячи голов самок надо иметь. И потом еще, значит... Вот здесь я на выставке вижу, значит, представленные клетки, вот именно для комплексов, для закрытых помещений. Кроме того, что представлены клетки умельцами, сделанные частниками, да, такие для частных хозяйств, но также и для закрытых помещений. Как мне кажется, одна из самых популярных пород нашей России – это калифорнийская порода кроликов. Ну, они есть практически у всех, у кого мы были. Вот если сравнить вот те две породы, о которых мы говорили, с калифорнийцами, как распределятся места первенства? Ну, может быть, вы и правы, что на первом месте это калифорнийская порода. Но в последние годы, в общем, видимо, или происходит оброднение стада. В общем, кролики этой породы иногда не достигают той живой массы, которая желательна. То есть живая масса должна быть тоже, как и у новозеландской белой, 4-5 килограмм. Но вот по оценке этих животных на разных выставках я наблюдаю, что все-таки животные уменьшились, то есть они более мелкие. Но все равно люди их любят. Любят почему? Потому что кролики очень плодовитые, получают в среднем около 10 крольчат от этих кроликов. Мамы молочные. Самцы очень хорошо рабочие. То есть прекрасно покрывают самок. Но необходимо, конечно, чтобы, вы понимаете, поработали зоотехники над породой. То есть племенная работа нужна. Не все частники занимаются племенной работой. А здесь нужно жестко проводить отбор, селекцию. То есть необходимо улучшать эту породу. Чтобы она не вниз шла, а все-таки, ну, или хотя бы держала уровень, и по живой массе, по экстерьеру, конечно. Сейчас некоторые животные не соответствуют параметрам породы. Калифорнийский кролик – порода средних по величине кроликов чисто белой окраски. Кроме темных или темно-коричневых ушей, кончика носа, лапок и хвоста. Конституция у них крепкая, время от времени несколько уклоняющаяся в сторону нежной. Костяк тонкий, легкий, однако довольно прочный. Голова легкая, с тонкими, короткими, не превышающими 10,5 см ушами. Туловище компактное, сбитое, пропорционально развитое. Взрослые кролики весят в среднем 4,5 кг. Крольчата при рождении, как правило, достигают 45 г. Отличаясь высокой энергией роста, они в двухмесячном возрасте достигают 1,9 кг – 2,3 кг, а в трехмесячном – уже порядка 3,5 кг, и в пятимесячном – 4,2 кг. После этого возраста интенсивность их роста резко понижается. Вы сказали, что наши любители не ведут селекцию, не ведут племенную работу у нас в своих хозяйствах. Какие бы такие базовые советы вы могли им дать? Как вести вот эту племенную работу? Как вести племенную работу? Во-первых, необходимо проводить отбор. Но отбор надо проводить по экстерьеру. То есть обязательно необходимо оценивать живую массу. Причем оценивают кроликов, бонитируют в возрасте трех месяцев и уже взрослых животных. То есть изначально два раза в год. То есть это молодняк оценивают в три месяца и уже взрослых животных. То есть три месяца оценивают живую массу обязательно. То есть есть стандарт живой массы. Необходимо следить за ростом крольчат, как они прибавляют живую массу. И оценивать в три месяца по живой массе и телосложению. Телосложение, безусловно, необходимо, чтобы обращали внимание, что спинка должна быть ровная у животного, а круглый круг. Должно быть животные широкотелые. Причем есть корреляция между шириной, например, в кресце, в крупе, значит, кресце, и мясной продуктивностью. То есть вот как раз и при весе, и живой массе в общем. То есть необходимо на это обращать внимание. То есть по экстерьеру. А затем уже кроликов оценивают по густоте и уравненности волосяного покрова, краске и так далее. А скажите, как семьи крольчачьи формируются? Сколько нужно девочек, на какое количество мальчиков? Мальчиков, да? Да, и опять-таки мы это говорим при условии, что племенной работой занимаемся. То есть мы ее ведем. То, о чем вы говорите, это называется полигомия. То есть соотношение самок и самцов в стадии. Обычно у кроликов это соотношение равно 1 к 8, а иногда даже 1 к 10. Вот если мы берем калифорнийских кроликов, то в стадии калифорнийцев обычно полигомия равна 1 к 10. Одного самца приходится 10 самочек. Вот такая полигомия. А сколько времени вот такая большая крольчачья семья может присуществовать? Через какое время нужно будет обновлять? Это зависит от того, как мы используем эту семью. То есть если мы семью используем интенсивно, то зависит от того, сколько акролов мы получаем в год. То есть в среднем, в нашей средней полосе, получают 4-5 акролов. Ну, это вот частные хозяйства. 4-5 акролов. За рубежом получают 7, 6-7 акролов. Так вот, если мы получаем 4-5 акролов, то используем животных 2-3 года. Но ежели использование учащаем, то есть до 5-6-7 акролов, соответственно, иногда самки и самцы не доживают и до года. То есть при таком интенсивном использовании организм из самки просто быстрее изнашивается. То есть самку надо заменять. Спасибо вам большое за интервью. Вы открыли нам новую главу в кролиководстве. На выставке «Кролики России» можно не только посмотреть вживую на различные породы, но и пообщаться с заводчиками, а также узнать экспертное мнение насчет вашего питомца. Получить ценные рекомендации по дальнейшему разведению и содержанию кроликов различных пород. Сегодня очень знаковое событие в кролиководстве, так как впервые, наконец-таки, была организована выставка «Кролики России». Сюда приезжают любители и профессионалы в принципе со всей нашей страны. Сюда приезжают любители и профессионалы «Кролики России». Сюда приезжают любители и профессионалы «Кролики России». Сюда приезжают любители и профессионалы